Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Особенный день в семье Рябаконя-Лешкевич. В Бресте сотрудники Дома гражданских обрядов провели торжественную регистрацию новорожденной в музее города на белорусском языке. Тяжело в учении, легко в бою. На базе Брестской пограничной группы имени Дзержинского прошел республиканский учебно-методический сбор с должностными лицами управления и отделения пограничного контроля территориальных органов пограничной службы. Сказать правду может только тот, кто выжил и пропустил войну через себя. Только тот, кто с меткой «особо опасен для рейха» прошел через все ужасы войны. Марш смерти в воспоминаниях ветерана Великой Отечественной войны Эдуарда Зимовца. Культурное откровение в культурной столице Беларуси. Или все о том, как брещане стали участниками арт-проекта «Ночь музеев». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Официальный документ о появлении на свет получила брещанка чуть больше месяца от роду в День семьи, который Беларусь отмечает 15 мая. Сама малышка, конечно, все серьезности и важности происходящих с ней событий не осознала. Однако, когда она подрастет, то наверняка будет с гордостью рассказывать о том, что много лет назад именно этот день положил начало прекрасной традиции проведения церемонии регистрации новорожденных малышей на белорусском языке в городе Надбугом. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Свидетельство о рождении – первый документ гражданина страны в торжественной, даже официальной обстановке, но в кругу близких людей получила маленькая брещанка Мария Рябаконь. Важное событие произошло в стенах Музея истории города и наверняка положило начало проведению церемонии регистрации малышей на белорусском языке в городе Надбугом. У нас две державные мовы – русская и белорусская. Шкода, что белорусская мова уживается менее чем русская мова. И я сподяюсь, что наш первый блин не будет комом. Мама очаровательной дочурки своих эмоций не скрывает. Родить малыша – ответственный шаг для каждого человека. Но история этой женщины – это история подвига. Наталья Николаевна – инвалид первой группы. Болезнь с рождения ограничивала ее в движении, но, как оказалось, не в желании жить. Ее внутренняя сила и стойкость поражает. Несмотря на сложности, сегодня она уважаемый студентами и коллегами педагог. Любимая жена и наверняка самая лучшая мама для маленькой Маши. Эмоций очень много, эмоции очень приятные, яркие. И хочется, чтобы наша дочка Машенька тоже помнила их и понимала значимость этого дня. Поддержка любимого человека – важная составляющая на пути к успеху в любом деле. своего будущего мужа Наталья Николаевна встретила около 8 лет назад. Знакомство в виртуальном мире сети интернет переросло в крепкий брак в мире реальном. А спустя 6 лет их союз претерпел замечательные изменения. Сегодня их трое. И счастливый папа маленькой красавицы дочки с гордостью рассказывает о том, как выбирал имя своей наследницы. Как обычно семьи выбирают, так и выбирали. Перебирали разные имена, остановились на Машеньке. Очень понравилось имя Машенька. Мария Евгеньевна очень красиво звучит. Поздравить родителей в этот день спешили не только родные. Сотрудники Дома гражданских обрядов и Музея города также подготовили презенты для увеличившейся семьи Рябаконя-Лешкевич. Конечно, в этот день все самые добрые и теплые слова были адресованы виновникам торжества. Однако в их лице гости церемонии поздравляли всех мам, пап и их детей с замечательным праздником Днем Семьи, который так удачно подать и совпал с Днем регистрации маленькой жительницы Берестейского края Марии Рябаконь. Самые-самые добрые слова, искренние слова пожелать всем родителям. Слова пожелать им добра, счастья, любви и здоровья. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сегодня ситуация в мире такова, что каждое государство стремится защитить свои рубежи как нельзя эффективнее. Беларусь в данном случае не исключение, а потому руководство Государственного пограничного комитета на постоянной основе в частях и подразделениях пограничных групп проводит различного рода специальные тактические учения, сборы. Новые методы и формы работы регламентированы веяниями времени. На этой неделе с 13 по 15 мая в Бресте с участием председателя Госпогранкомитета Беларуси Леонида Мальцева проходил учебно-методический сбор с должностными лицами управления и отделения пограничного контроля территориальных органов пограничной службы. Учиться никогда не поздно или, как говорил великий полководец Александр Суворов, тяжело в учении, легко в бою. О наиболее ярких моментах мероприятия смотрите в следующем материале выпуска. Геоположение Брестской области достаточно уникально. Не зря ее называют въездными воротами в Беларусь. В зоне ответственности брестских пограничников более 350 километров границ с Украиной и Польшей. Военнослужащие находятся на главных направлениях гуманитарного и экономического обмена между странами Евросоюза и нового экономического образования Еврозес. Но, как показывает практика, не только с добрыми намерениями едут в нашу страну или выезжают из нее. Достаточно много об этом говорит статистика, особенно в последнее время людей, которые стараются пересечь ее нелегально. Сработать максимально профессионально, чтобы предотвратить данные попытки, задача для всех тех, кто носит высокое звание защитника рубежей для пограничников. А чтобы быть асом в своем деле, офицеры пограничной службы обмениваются между собой опытом в решении профессиональных проблем, совершенствуют теоретические знания, проводят практические занятия. Мы определим основные направления борьбы с контрабандной деятельностью пункта пропуска. На сегодняшний день мы отмечаем, что за полгода по сравнению с 2014 годом у нас смечается увеличение, скажем так, нарушителей государственной границы, выявление контрабанды, товарно-материальности, ценности, сокрытые конструктивные особенности, а также добиться единого понимания в целях и задачах с подчиненным личным составом по бесперебойным функционерам пункта пропуска через государственную границу Республики Беларусь в целях более энергичного пропуска, более эффективного пропуска лиц через Газаницу. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А потому учебно-методический сбор предполагал не только теоретическую составляющую, но в большей мере практическую. Опытом делились специалисты пограничного контроля Брест пассажирской станции. Но с точки зрения практического применения, наиболее полезными были уроки от начальника управления пограничного контроля Госпогранкомитета полковника Олега Ляшука по применению на границе современных технических средств. В частности, особое внимание было уделено вопросу использования блокираторов колес автомобилей, находящихся на штрафстоянке, а также применяемых по факту нарушений металлических ограждений, стационарных и переносных. Людей убрали, машину заблокировали, ворота закрыли. Согласен. А пока люди в транспортном средстве, должно быть вестись на облюдение. Но самое главное, в ближайшем будущем в международном пункте пропуска Брест будет внедрена система электронной очереди. Об этом говорят давно, но до сего времени вопрос не был решен. Однако данная процедура просто необходима, поскольку пассажиропоток в этом месте достаточно велик. За сутки в среднем в двух направлениях проходит порядка 4 тысяч транспортных средств и более 5 тысяч человек. Дополнительно в пункте пропуска расширят инфраструктуру. Международный автодорожный пункт пропуска Брест выбран не зря, потому что это основное направление, мы знаем, по пути исследования в Европу, из стран постсоветского пространства. И Брест принимает значительное количество пассажиров как на въезд, так и на выезд. С тем, чтобы еще раз утвердительно объяснить офицерам, как действовать в той или иной ситуации. Как правильно применять технические средства пограничного контроля, как правильно применять блокираторы, чтобы не допустить несанкционированного въезда как на территории Республики Беларусь, так и в пункт пропуска. Но вернемся к тем, кто жаждет пересечь границу нелегальным путем. Не стоит пробовать. Система контроля отлажена. Работают профессионалы. Работают на самом современном оборудовании, которое выявит любые поддельные документы и несоответствия. И это обосновано. Ведь белорусская граница – это единственный рубеж пограничной безопасности и фильтры транзитных и миграционных процессов от Лиссабона до Курил. Не исключено, что с внедрением новинок технических средств пограничного контроля пунктов пропуска, конечно, тактику меняют и нарушители, которые вынашивают нам в намерение нарушить границу как на автомобиле, так и в пешем порядке. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Исходя из возможных подобных нарушений, естественно, будут действовать, соответственно, и пограничники пунктов пропуска по предотвращению этих нарушений. Получается, нарушители учат нас. Мы учимся на тех попытках, которые предпринимают нарушители пунктов пропуска и на зеленой границе. Защита рубежей государства всегда была почетной обязанностью для любого мужчины. Так было всегда во времена Древней Руси, во время Второй мировой войны, в современное время. А потому возложение венков к бюсту почетного пограничника Беларуси, почетного гражданина города Бреста Варлама Кублашвили, еще одно доказательство того, что честь, достоинство и порядочность всегда будут в почете. О мужестве, о доблести, о стойкости и верности своей родине – следующий материал выпуска. Всего, что довелось пережить этому человеку, с лихвой хватило бы на несколько жизней. Ему не было и 18-ти, когда фашисты угнали его в Германию на принудительные работы. Узник он с лагеря Заксенхаузен, активный участник интернациональной подпольной борьбы европейского движения сопротивления фашизму, дважды приговорен к смертной казни. Но, несмотря на все испытания, выжил, сохранив веру в человека и лучшее его качество. Речь идет об Эдуарде Михайловиче Зимовце, ветеране Великой Отечественной войны, который накануне 9 мая в память о погибших написал поэму «Марш смерти». Сказать правду может только тот, кто выжил и пропустил войну через себя. Эту фразу во время своего интервью Эдуард Зимовец произнес со слезами на глазах. С меткой «особо опасен для рейха» он прошел через все ужасы войны. Пытки, издевательства и своеобразную агонию фашизма. «Марш смерти». В канун Великой Победы Эдуард Михайлович посетил национальный мемориал концлагеря Заксенхаузен, который в годы войны славился изощренной системой пыток, которые использовали нацисты. За малейшую провинность людей жестоко избивали, подвешивали на цепях и веревках, загоняли иголки под ногти. На узниках проводили медицинские эксперименты, испытывали новые виды ядов, делали операции без наркоза. Через одну из них прошел и наш герой. Апогеем фашистских бесчин стал «Марш смерти». Массовое уничтожение узников, которых гнали в сторону Балтийского моря с одной целью – погрузить на баржи и утопить. В течение многих дней ни пищи, ни воды, лая собак и по дороге одни расстрелы. Мы потеряли по дороге где-то 8 тысяч человек из этих сорока. Это считайте, каждый пятый почти был расстрел. Нельзя было нагнуться, ботинок поправить или подать руку, поднять товарища. Упал все, значит, разрывная пуля в затылок. Подоспевшие вовремя советские войска освободили выживших. Вместе с другими узниками от неминуемой гибели был спасен и Эдуард Димовец. Сегодня, вспоминая недавнюю встречу со своими товарищами, прошедшими через Заксенхаузен, ветеран Великой Отечественной с сожалением говорит о том, что это был последний раз, когда он видел тех, кто вместе с ним прошел все ужасы концлагеря. Многим из них перевалило за 90. Вернувшись из Германии, после посещения национального мемориала, бывший узник за три ночи написал поэму, в которой описал основные события девятидневного марша смерти. События, которые преследуют во сне и не дают покоя вот уже 70 лет. Вот эти вот воспоминания нахлынули, очень страшные, сны не давали. Понимаете, ночью просто спать было невозможно. Я даже никогда не брался за перо, это, можно сказать, это каким-то образом просто спонтанно. По инициативе нашей первичной организации, Московская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» издала эту поэму к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это первая из презентаций в этом цикле, да, такого ознакомления жителей Бреста и Брещины с этим литературным произведением, ну и, конечно, с тем подвигом, по-другому не назовешь, которому причастен Эдуард Михайлович Зимовец. В рамках презентации поэмы «Марш смерти» первокурсники БРГТУ посетили братскую могилу на Ковельском шоссе. В ходе экскурсии студенты возложили цветы к месту захоронения более чем в 2,5 тысяч останках советских солдат, погибших в лагере госпиталя «Ревьер». События недели в Беларуси. В Минске прошел белорусско-китайский межрегиональный бизнес-форум. Расставлены акценты, определены приоритеты. Однозначно, что стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем будет набирать обороты. Итог столь масштабного мероприятия подписания 25 контрактов, два из которых будут реализовываться в Брестской области. Подписано соглашение об углублении всестороннего сотрудничества между Брещиной и провинцией Хубей. Потенциал, который имеют регионы, предполагает хорошие перспективы совместной деятельности в области торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества в сфере культуры, искусства, спорта и туризма. В последние годы в Брестской области с участием китайского капитала реализовано несколько инвестпроектов, в том числе строительство нового энергоблока на Березовской ГРЭС. На долгосрочной основе складываются взаимоотношения китайской стороны с коллективом Пружанского льнозавода. Реализованы такие проекты, как строительство крахмального завода в Пружанском районе, Антопольской ватнопрядильной фабрики. Интересно китайским предпринимателям наша Брестская перерабатывающая промышленность. Изделия из камня, минеральная вода, льнопроизводство, опыт производства сельхозпродукции. Я считаю, что очень продуктивно. Сегодня мы провели работу, во-первых, мы представили продукцию наших крупнейших предприятий, то, что мы поставляем и можем в больших объемах поставлять на рынке Китайской Народной Республики. И мы услышали очень хорошие проекты, которые развиваются в провинции Хубей. Это, конечно, несравнимые проекты, это миллиардные в долларовом эквиваленте проекты, но все равно у них есть заинтересованность продвижения своей продукции на рынке, как Евросоюза, так и нашего, который создан. Поэтому у нас есть хорошие потенциальные возможности создать предприятие, привлечь инвестиции китайские. Ну, это, естественно, за собой, значит, вы знаете, что следует. Это создание рабочих мест, это налоги и так далее, и так далее. Поэтому это очень важно. Ну, конечно. У них же, видите, создано практически целое министерство для работы за рубежом. Поэтому почему мы совместно не можем работать с ними за рубежом в той же Африке и в других странах. Это очень интересное направление. Также в Минске Брестской областью был подписан договор о реализации на территории свободной экономической зоны Брест инвестпроекта на сумму более 100 миллионов долларов. Компания Биолэнд, резидент свободной экономической зоны Брест, уже готова к строительству новых мощностей для производства продукции из рапса, сои и водорослей для получения биодизельного топлива, которое планируется поставлять в страны Евросоюза. Востребованность данного товара сегодня достаточно высока. Мы заинтересованы и не только в свободной экономической зоне, а в целом в Брестской области, чтобы инвестиции приходили в целом. И на другие предприятия, о которых говорилось здесь, меня вот лично я пометил, себя очень заинтересовало. Это оптоволокно, которое развивается у них же крупнейшее, шестые в мире, а не по производству оптоволокна. А почему, допустим, у нас в Брестской области не развивать это направление? Вообще, эти технологии – это будущее, и этим надо заниматься. Если китайская сторона проявит интерес, мы только будем рады, чтобы они у нас разместили какое-то производство и занимались этим. Официально форум закончился, но многие моменты требуют более детального обсуждения, проработки и отточки. А потому следующая фаза развития отношений – визиты представителей обеих сторон в регионы. Предполагается посещение предприятий и разработка бизнес-планов. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Меловица. Именно так древние славяне называли планету Венеру, которая в свою очередь дала название богине красоты и любви. Именно красоту и любовь стремятся подарить своим зрителям члены народного ансамбля, который уже не один десяток лет носит благозвучное и символичное название – Меловица. За годы творческой деятельности, по словам художественного руководителя Ларисы Борсук, было пережито немало. Однако коллектив продолжал работать. И труд всегда вознаграждался громкими аплодисментами и словами благодарности. Весной 2015 года ансамбль отметил свой 30-й день рождения и в честь круглой даты дал большой концерт в Брестском областном общественно-культурном центре. Тему продолжит Анастасия Стропко. Секрет творческого долголетия, так как производственная тайна, ее точно не открывают всем вокруг. Однако нашей съемочной группе удалось узнать некоторые правила работы народного ансамбля Меловица Брестского городского дома культуры, который может похвастаться тремя десятилетиями успешной музыкальной деятельности. Основополагающая среди них большой труд, репетиции, которые порой так сложно совместить с рабочим графиком, пропускать здесь не принято. И самоотдача на них, несмотря на то, что это только тренировка, максимальная. Тем более в преддверии круглой даты. Вся их жизнь подчинена уже этому. Понимаете, если у нас по вторникам эта репетиция, то это значит, что все, что у них там делается в их жизни, они подчиняют тому, что они по вторникам должны обязательно будут все-таки найти время для того, чтобы собраться все вместе. У меня уникальный коллектив, они все солисты, у каждого есть уникальный собственный голос. И вот этим инструментом мне очень любопытно управлять, для того, чтобы делать какие-то, скажем так, уникальные вещи. Душа любого творческого коллектива, и это могут подтвердить все люди искусства, и его художественный руководитель. Для Ларисы Ивановны Борсук, худрука-меловицы, подготовка к юбилейному вечеру волнительно вдвойне. 30 лет назад она вместе с еще тремя такими же увлеченными коллегами создала женский музыкальный квартет. Сегодня в составе народного ансамбля 11 исполнителей, что уже само по себе является свидетельством профессионального роста. Как признается сама Лариса Ивановна, ей просто очень повезло встретить на жизненном пути единомышленников. Тех, кто пришел к ней в коллектив, друзей, которые помогают и словом, и делом, и, конечно, семью, члены которой и стимул, и неисчерпаемый источник вдохновения. Чувствую я себя очень волнительно сейчас, несмотря на то, что это не мой черед выходить на сцену мамин, но тем не менее мы все волнуемся, и дети тоже в очень приподнятом настроении. У нас сегодня праздник. Я могу сказать, что праздник у нас семейный, потому что, да, на самом деле, большое место, много времени моя мама отдавала творчеству. А вы вообще слышали, как они поют? Да. Вам нравится? Да. А вы поете когда-нибудь вместе с бабушкой, может быть? Она учит вас? Ну, бабушка меня чуть-чуть иногда. Ну, она со мной музыку иногда делает, там, поет иногда возле фортепиано. Это приятное очень ощущение, когда приходишь сюда, ты вот сидишь, ты, кажется, гордишься за свою бабушку. Она, знаете, у нас такое вот... Когда бабушка приходит, например, меня смотреть, то есть вот здесь вот сидит, я там, например, на соревнованиях каких-нибудь, а теперь я сижу здесь, на нее смотрю. И вот эта вот связь, она... она волшебная. Я не знаю даже, как назвать ее. Последнее приготовление к большому праздничному концерту позади. И на сцене нарадой зрителям начинает происходить настоящее музыкальное волшебство. Среди исполненных произведений и народные фольклорные, и песни военных лет, и современные композиции. Репертуар нарабатывался годами, и процесс этот не прекращается по сей день. К выбору материала члены коллектива подходят ответственно и, пожалуй, даже осторожно. Говорят, с песней нужно сродниться, иначе не получится ей зазвучать так, чтобы захватывало дух. А на концертах миловицы эмоции, когда то слез, то улыбок счастья не сдержать, зрители испытывают постоянно. Для каждого, кто в этот праздничный вечер выходил на сцену общественного культурного центра, миловица – неотъемлемая часть жизни, притом любимая, без которой никак нельзя. Есть в коллективе и старожилы, которые вместе практически со дня основания, и те, кто только пару лет назад выбрал творческий путь миловицы. Но в таком деле стаж не играет большой роли. Артисты признаются, что не видят себя отдельно от ансамбля, не могут себе такое даже просто представить. В моей жизни – это ровно половина моей жизни, которую я прошла с этим коллективом. И вот все мое становление как музыканта, как преподавателя и даже как мамы – все происходило во время, когда я была участницей коллектива «Миловица». Поэтому сегодня я очень горда тем, что я по-прежнему продолжаю здесь петь. И для меня очень важно, что этот коллектив продолжает существовать. «Миловица» – это, конечно же, часть моей жизни. Я пою уже на протяжении долгого времени. 25 лет – это точно, да. Поэтому «Миловица» – это моя жизнь. Все, что мы делаем ради зрителя, с любовью к зрителю. Именно так артисты «Миловица» характеризуют и цель, и способ ее достижения в своей творческой деятельности. И надо сказать, те, ради кого все эти 30 лет, не покладая рук, трудятся вокалисты, отвечают им взаимностью. На юбилейном концерте они желали своим любимцам творческого долголетия, новых музыкальных побед и простого человеческого счастья, которым они потом смогли бы делиться со сцены. Пожелать, конечно, им успехов не только в сегодняшнем концерте, больших творческих им успехов, полные залы зрителей и любви. Чтобы им хотелось петь, чтобы они не забывали, чтобы, может, увеличивали свой коллектив, обновляли его. Я хочу пожелать, наверное, терпения, это очень важно, стойкости ко всем невзгодам, потому что их хватает всегда и просто успехов. Самое главное – успехов и любви к своей работе. Прежде всего, крепкого здоровья, так как я сама участвую в Большом хоре, хор ветерана войны и труда, уже 13 лет, поэтому здоровье самое главное. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Международная акция «Ночь музеев», начало которой было положено еще в 1997 году в Берлине, прочно обосновалась во многих городах Европы. Сегодня мероприятие превратилось в одно из самых ожидаемых белорусами событием весны. В Бресте, где традиция проведения акции уже прочно закрепилась, каждый год сотрудники Краеведческого музея стараются создать максимально насыщенную культурную программу для любителей искусства и удивить горожан чем-нибудь эдаким. «Ночь музеев» 2015. В год, когда Брест объявлен культурной столицей Белоруссии, чувствовался особый размах. В этом убедилась наша съемочная группа, побывавшая на открытии арт-проекта. Тему продолжит София Бережная. По доброй традиции, которая существует в Бресте уже на протяжении шести лет, жители города собрались в стенах музея спасенных ценностей, чтобы насладиться красотой и открыть для себя новые грани искусства, прикоснуться к истории разных временных периодов. Каждый год к подготовке полюбившегося горожанами мероприятия его организаторы подходят со всей серьезностью. Важно не просто обеспечить посетителя полезной информацией, но и дать ему возможность отдохнуть и получить удовольствие. А для этого работники музея создали разноплановую программу. Основной темой арт-проекта «Ночь музеев» стали вечные ценности. Первая особенность в том, что мы проводим первую ночь музеев в обновленной экспозиции. После ремонта с новыми экспонатами, которые зрители увидят впервые. И тема здесь тоже выбрана впервые. Это духовность совместно с Брестко-Кублинской епархией проходит это мероприятие. Это такие вечные ценности, как доброта, как мир, как любовь, как родина. Все те, в общем-то, ценности, которые пропагандируют христианство. «Ночь музеев» для посетителей началась с увлекательного конкурса. В нескольких залах были расставлены картины известных брестских художников. Задачей посетителей было угадать, кому принадлежит та или иная работа. Определить творчество мастеров кисти оказалось по силам любителям искусства. Брещане с легкостью прошли испытания и переместились в следующий зал. Там гостей музея ожидал просмотр документального фильма об одной из белорусских деревень, которая в годы Великой Отечественной войны была захвачена немцами. Посетители были ознакомлены и с другими памятными местами, и православными святынями, куда представители епархии предложили в будущем совершить паломничество жителям города. Не менее увлекательной частью акции стало представление, подготовленное учащимися Великосельской школы. Участники детского театра «Теней» показали спектакль «Великое село», сценарий которого написали сами. Тема войны, которая прошла тонкой нитью сквозь сюжетные зарисовки, была передана глубоко и не по-детски осмысленно. И все потому, что основой послужили рассказы бабушек и дедушек, свидетелей страшной трагедии 40-х. К ним ребята обращались при подготовке представления. Один из смыслов вот этого всего было, это почему белорусы такие, какие они есть, да, вот для чего мы собираем эти истории все. Вот, и получается, что в Великом селе мы ходили по бабушкам и дедушкам, собирали эти истории, всякие разные, вот кто что наговаривал нам, и потом с детьми выбирали эти истории, и их воплощали, получается, в «Теневой театр». Как бы полностью дети вырезали все декорации, полностью, как бы то, как они видели. То есть все декорации, которые вы видели, это исключительно детьми нарисовано, вырезано, как бы склеено. Пройтись по страницам истории посетители смогли и в следующем зале. Здесь гости мероприятия узнали о русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны, о священнослужителях, оставивших свой след на земле. Увлекательный рассказ плавно перешел к творчеству. У брещани посетили мастерскую рукодельниц, воспитанниц воскресных школ, и понаблюдали за тем, как создаются настоящие шедевры. Девушки преподнесли гостям интересный урок по золотошвейному мастерству. Искусство, известное с древних времен, особенно заинтересовало посетителей. Под руководством опытных рукодельниц они попробовали свои силы в увлекательном творчестве. Каждому из нас дворец дал возможность его прославить кому-то словом, кому-то той же картиной, кому-то тем же вышиванием, тем же раскрашиванием, тем же добрым делом для ближнего. И сегодня мы, каждый, кто здесь был, задумался, что же он сделал для себя, для души, для ближнего, для Бога, чтобы оставить добрый след на этой земле. И эта выставка, она, конечно, нам дает духовный заряд и возможность снова и снова стать добрее, милосерднее и задуматься о будущем своем. В списке сюрпризов от сотрудников музея в этом году было еще много мероприятий. Интерактивная экскурсия по выставке «Праздника в праздник», театрализованные представления от русского клуба «Светлояр», выступления в брестских хоровых коллективах. Этот вечер стал для брещан полным открытий и незабываемых эмоций. А главное, каждый из посетителей еще раз задумался о вечных ценностях, вере, надежде, любви, Родине и мире. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании – booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями. И до встречи в эфире. В воскресенье 17 мая погоду в Беларуси будут определять в основном атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европой, и все та же прохладная, неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. В течение суток на большей части территории Брестской области пройдут кратковременные дожди. Юго-западный ночной ветер сменится днем на северо-западный порывистый. Суточные колебания температуры от 8 до 15 градусов. Не более 10 в ночные часы и не выше 15 днем. Прохладная с дождями погода сохранится и в начале недели. Скажется влияние воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Сохранится и порывистый ветер западного направления. Минимальная температура воздуха в ночные часы 6-8 со знаком плюс, 15 градусов максимальный фон дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин